Каждый раз, когда я оказываюсь на Shadow Moses, я знаю, что замечательно проведу время. Проходить Metal Gear Solid — это чистое удовольствие, даже спустя 20 с лишним лет. Но я должен признать, что писать эссе на тему этой игры несколько затруднительно, потому что всё уже было рассказано сотни раз в других видео, некоторые из которых я смотрел задолго до того, как создал этот канал. Поэтому я воздержусь от очередного рассказа о создании этой игры, о коллективе, который ей занимался, и том, какую революцию она совершила в игровой индустрии. Мне интересно рассмотреть её сюжет, персонажи и смыслы, которые пытался передать Кодзима. Для меня Metal Gear Solid 1 — это возвращение домой, во многих смыслах. А судя по тому, что обзоры 4 и 5 части преодолели отметку в 200 тысяч просмотров, вам нравится слушать, как я говорю об этой серии, настолько же, насколько мне нравится о ней говорить. Так что перед тем, как мы начнём, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и, возможно, даже нажать на колокольчик со всеми уведомлениями, чтобы не пропускать подобный контент. Ну а теперь давайте отправляться. А, да, забыл сказать, в этом видео нет интеграции, потому что не было ледь ждать согласования от рекламодателя. Поэтому подписывайтесь на мой Телеграм, где сообщаю все новости о видосах и стримах, на Дискорд, где можно общаться по интересам, и группу ВКонтакте. Также сегодня на Твиче, как и в каждую субботу, я буду стримить аниме, так что можете заглядывать, все ссылки в описании. Ну а теперь точно начинаем. Так уж получилось, что рассматривать Metal Gear Solid невозможно в отвязке от оригинальных Metal Gear и Metal Gear 2 на MSX. История этих игр повествовала о том, что к 1998 году миру удалось успешно избавиться от угрозы ядерного оружия путём договорённости Востока с Западом. Поэтому все немного удивились, когда внезапно вышел из-под поля Биг Босс со своим собственным ядерным оружием и начал диктовать свои условия. Ради прикрытия Биг Босс параллельно управлял организацией Foxhound, посылая слабеньких бойцов, у которых не было ни единого шанса на успех, в Outer Heaven. И вот однажды один новичок, которого звали Дэвид с кодовым именем Solid Snake, вооружённый лишь пачкой сигарет, смог проникнуть в самую глубь базы, уничтожил Metal Gear и самого Биг Босса. Но Биг Босс каким-то образом выбрался из могилы и устроил восстание в Занзибаре, создав ещё один Metal Gear и вновь угрожая всему миру ядерным оружием. Солида Снэйка вытащили с пенсии и заставили повторить свой успех и пресечь на корню любые шансы Биг Босса вернуться в этот мир ещё раз. Ко времени событий Metal Gear Solid, Снэйк стал легендой среди солдат по всему миру, но он сам лишь устал от уловок и махинаций своего командования. Дэвид решил снова уйти на пенсию и поселился в отдалённой части Аляски со своими 50 собаками породы Хаски. Но, как мы все знаем, спокойно прожить оставшиеся дни вдалеке от конфликтов и войны ему не суждено. В один прекрасный день к нему домой врывается отряд вооружённого спецназа и силой запихивает в подлодку, где его встречает старый командир полковник Кэмпбелл. И этот брифинг абсолютно необязателен, вы скорее всего даже не знали, что он существует, но если открыть этот пункт в главном меню, то можно на целых полчаса уйти в детальный разбор всех задач и нюансов предстоящей операции. Вы только посмотрите, какой Снэк гигачад, он просто сидит, курит и выслушивает брифинг от Кэмпбелла, периодически напоминая ему, что он ни за что не согласится во всём этом участвовать. И вообще у него скоро в Аляске большие гонки на собаках, которые стали для него единственной семьёй за всё это время. Но этот брифинг даёт нам максимально подробное представление о личности Снэка. Он настоящий маскулинный мужик с огромным боевым опытом и при этом не очень развитыми социальными навыками, что является следствием отшельнического образа жизни. А ещё он очень базированный. Им пользовались всю его службу, обманывали, держали в неведении насчёт того, что он делал, и всё, чего ему хочется, это чтобы его банально оставили в покое, он никому ничего не должен. Снэка. 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 Даже несмотря на всё, что он сделал, Снэк всё равно остаётся пешкой-инструментом в руках правительства США, который вновь решили использовать, когда больше некому обратиться. Из брифинга мы узнаём причину, по которой вызвать решили именно Снэка. Солдаты, которые охраняли секретную базу по утилизации ядерного оружия на острове Шэдоу-Моуза с Беринговом море, подняли бунт и угрожают запуском ядерной боеголовки. Главными зачинщиками являются члены секретного отряда Фоксхаун, состоящего из крайне опасных оперативников. Условия террористов таковы. Если правительство США в течение 24 часов не предоставит им останки величайшего солдата 20 века, они применят ядерное оружие. С тех пор прошло уже 5 часов. Причиной, по которой вызвали именно Снэка, является то, что во главе отряда Фоксхаун стоит некто под кодовым именем Ликвид Снэк. По фотографии он точная копия Дэвида, и больше нет никакой информации. Все файлы его предыстории строго засекречены. Это и является той наживкой, на которую клюёт Снэк и соглашается участвовать в миссии. Также из брифинга мы узнаём кучу маленьких деталей касательно того, зачем террористам понадобилось тело Биг Босса. Дело в том, что после его смерти в Занзибаре, правительство США решило использовать его гены, чтобы усилить обычных солдат. В результате генной терапии, все солдаты на Шэдоу Моузес стали первоклассными боевыми единицами со средним IQ 180, и как побочный эффект, у них всех развились тёплые братские чувства друг к другу. Поэтому террористическая организация называется Сыны Биг Босса. По словам Кэмпбелла, если они получат его тело, это будет намного страшнее, чем любое ядерное оружие. Теперь для Снэка это уже личный повод отправиться на Шэдоу Моузес и понять, что всё это значит. Так как радары на острове запросто заметят подлодку, Снэка решили отправить в маленькой торпеде, предварительно сделав укол нано-машинами, которые позволят ему не замёрзнуть в холодной морской воде, и будут подпитывать его тело для идеального функционирования в течение 12 часов. Также перед отправкой Снэк просит бритвы, чтобы срезать свои гигачатские волосы, объясняя это тем, что не хочет, чтобы его спутали с главой террористов. И вот миссия начинается. Снэк проникает в маленький пещерный док и впервые сталкивается с генными солдатами. На то время их искусственный интеллект поражал воображение. Их поле зрения весьма широкое, они реагируют на звуки, например, если ты пробежишь по луже, и сразу же пойдут смотреть, что там такое происходит. Конечно, для этих действий не нужно 180 IQ, но на то время это была весьма прорывная штука. Снэк же может выглядывать из-за угла, прилипая к стенке, и даже стучать по этой самой стенке, чтобы привлечь противника. Если тебя всё-таки обнаружат, то это будет очень сложный бой даже на нормальной сложности, потому что здоровья у тебя не так много. Затем следует уже классическая для серии сцена со снятием экипировки, и мы наконец-то видим бесконечно красивое лицо нашего протагониста. Выбравшись на поверхность, Снэк обнаруживает посадочную площадку с русским вертолётом и блондином в плаще, который отдаёт приказы солдатам. Наличие русского вертолёта на американской базе сразу же вызывает вопросы, как и личность этого загадочного человека, но Снэк решает для начала проконсультироваться с полковником. Полковник представляет ему двух очень важных персонажей. Первый это Наоми Хантер, специалист по генной инженерии, который сразу же становится предметом заигрываний Снэка. Второй член команды это Мэй Лин, девушка китайского происхождения, которая отвечает за сохранение прогресса игрока. И тут Снэк снова показывает, что хоть он и отшельник, но при этом готов приударить буквально за каждой встречной юбкой. Мэй Лин. Что не говоря о генах, но этот человек определённо не против передать их следующему поколению при любой возможности. Как и в прошлых частях, у нас в инвентаре есть исключительно сигареты, которые Снэк протащил через все проверки крайне необычным образом. Сразу видно курильщика со стажем. И вот наконец-то нам дают поиграть. Многие не любят Metal Gear Solid за все эти бесконечные разговоры по кодеку, где ты смотришь на два портрета и текст в окошке. Но как мне кажется, именно эти разговоры и стали одной из тех вещей, которые являются незаменимым инструментом для создания нужной атмосферы. Ты действительно чувствуешь себя секретным спецагентом, который должен проникнуть на сверхсекретную базу посреди снежной бури. И частью этой атмосферы является понимание того, что где-то там сидит целая команда специалистов поддержки, которая следит за твоим прогрессом и подсказывает, что делать в определённых ситуациях. Хоть это и просто портреты с голосом, они воспринимаются как полноценные персонажи, отчасти благодаря невиданному на то время качеству озвучки профессиональными актёрами. Именно из-за количества таких диалогов игра и выходила на целых двух дисках. Это действительно проект голливудского масштаба. Но вот этот сегмент на входе в базу является поистине легендарным. Тебе нужно попасть внутрь, и есть целых три способа это сделать. Тебе показывают, что от первого лица можно использовать бинокль и заранее понять, где находятся противники и составить маршрут. Противники тоже успевают удивить. Если ты пройдёшь по снегу, то логично, что остаются следы, и патрульный решит пройти по ним, чтобы узнать, кому они принадлежат. Один из входов охраняет другой солдат, но он заснул, и над ним стоит камера наблюдения. Уже здесь ты понимаешь, что игра вознаграждает изучение локации. Если поймать тайминги и пробежать между светом прожекторов, можно получить и импи-гранаты, которые в этой игре нужны как раз-таки для отключения камер на время. Если пробраться в грузовик, можно в самом начале игры надыбыть себе пистолет с половиной магазина. Однако эта локация является также отличным показателем неравномерного дизайна всей остальной игры. Это единственный момент, где используется эта самая механика со следами на снегу, и также единственная локация, где есть несколько путей для проникновения. Как будто Кодзима очень хотел удивить игрока, но вписать эти интересные идеи во всю остальную игру он как-то поленился. Также именно здесь приходит понимание, что избавляться от противников нужно только при крайней необходимости. Если противники тебя заметят и поднимут тревогу, то сколько ты их не убивай, после её окончания на место убитых заспаунятся новые. Поэтому очень полезно экономить припасы и пробегать мимо, стараясь не палиться. Вторая проблема — это недостаточное поле видимости из-за вида сверху. Иногда может так случиться, что тебя обнаружит противник, которого даже нет на экране. Именно для этого игроку выдан слитон-радар, который показывает положение и поле зрения каждого врага. Но когда ты поднимаешь тревогу, он резко вырубается, и ты впадаешь в паническое состояние, не зная, откуда тебя атакуют, так что игра ещё раз подталкивает тебя проходить исключительно по стелсу. Но при этом заметьте, насколько противники действительно умные. То есть, когда я начал забираться в эту вентиляционную шахту, они начали мне подбрасывать гранаты, и слава богу, я просто перешёл на другую локацию, и они не взорвались. Мы попадаем в вентиляционные туннели, и тут Снейку звонит его старый наставник Миллер. Снейк, это Макдоналд Миллер. Это было много времени. Макдоналд Миллер, что ты делаешь здесь? Я прекратил быть вентиляционным инструктором, поэтому я переехал сюда, чтобы спокойно и спокойно. Я в отчаянии, как ты. Время, я еще помогаю тренироваться с Аласскими гранатами. Позвольствия на новой генерации, да? Камбелл мне рассказал о ситуации здесь. Я думал, что я мог бы быть полезным. Нет, что я не хотела бы иметь в фокс-холе, чем ты. Да-да, это тот самый Миллер, который когда-то был главным помощником Биг Босса в Metal Gear Solid 5. Миллер это очень интересный кадр, который хоть и находится в отставке, но все же решил поддержать своего старого подопечного полезными советами. И тут ты усваиваешь самый главный урок, который необходим для прохождения Metal Gear Solid. Каждый диалог иногда содержит очень важную информацию, которая либо необходима для прохождения, либо поможет сэкономить время и найти быстрое решение. Миллер говорит, что крысы, которых мы видим в вентиляции, как-то туда попали и советует ползти за ними, чтобы найти выход. И это действительно помогает избавиться от необходимости тыкаться в тупики этой вентиляционной системы. Также важно сказать, какие цели стоят перед Снейком. Необходимо обнаружить и спасти двух особо важных заложников. Это директор Дарпа и президент компании Armstack. Обыскав базу, мы обнаруживаем директора в подвальной тюрьме и пробираемся в вентиляционную шахту на потолке. Отсюда можно заглянуть в разные помещения. Например, в туалете сидит тот самый солдат-неудачник с вечной диареей Джонни Сосаки, который присутствует в каждой части серии. Он погружен в мечты о сочной тяночке, которая сидит в одной из камер. Саму эту девушку мы тоже обнаруживаем закачанием пресса. В последней камере сидит тот самый шеф Дарпа. Снейк устанавливает с ним контакт. Шеф очень удивлен, что прислали всего одного человека. В процессе разговора выясняется, что на базе всё это время разрабатывали новую модель Metal Gear'а под названием Rex, что приводит Снейка в недоумение. Шеф объясняет Снейку, что для запуска ядерной ракеты нужны два секретных пароля. Свой он уже выдал террористам в процессе пыток, а второй знает только президент Armstack, которого держат в другом месте на этаж ниже. Также он даёт Снейку карточку доступа первого уровня, чтобы проходить в ранее закрытые секции базы. Они уже закончили армию, что они планируют использовать с Rex. Снейк уже готовится вывести заложника, но тут шеф Дарпа внезапно умирает в жестоких мучениях. Снейк уже готовится. Снейк уже готовится. Снейк уже готовится. Снейк уже готовится. Снэйк созванивает с полковником и нет никакого другого объяснения, кроме как внезапный сердечный приступ, но очевидно, что всё не так просто. Затем снаружи доносятся странные звуки, дверь внезапно открывается и Снэйк оказывается на прицеле. Продолжение следует... Продолжение следует... Это мазать. Ассенциал. 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 Эта смысл в твоих глазах. Они их глазах, если я их никогда не увидел. Ты никогда не убил человека, не верно? Ты говоришь слишком много. Ты даже не убил охранащийся, рэнджик. Я сказал тебе, что я не был рэнджик! Ты не один из них, а ты? Возвращай эту дверь. Ты у тебя машина, не ты? Это первый чисто боевой сегмент игры, где у тебя наконец-то появляется понимание того, как работает местная боевая система. Тут нет прицеливания от первого лица, и персонаж сам автоматически выбирает цель. Поэтому очень легко выпускать больше патронов, чем нужно, чтобы убить уже наверняка. Но также этот сегмент очень важен, чтобы показать, как Снейк обучает не имеющую опыта в реальном сражении девушку отбросить мораль и начать стрелять, чтобы спасти свою собственную жизнь. Как только бой заканчивается, девушка убегает в направлении лифта. Снейк гонится за ней, но отвлекается на её шикарный зад, из-за чего она и успевает уйти. И тут появляется психомантис. Понимаете, Кодзима очень любит обманывать ожидания игрока. Metal Gear Solid по виду коробки и маркетинговых материалов выглядела как стандартный экшен-боевик с приземлённым сеттингом. До этого момента нам рассказывали про террористов, политическую ситуацию и ядерную войну, но всё это было достаточно погружено в обыденную реальность. Когда появляется психомантис, ты понимаешь, что приземлённостью здесь и не пахнет, а в дело вступили силы, которые тебе совершенно непонятны. И это лишь предвестник того, что будет дальше. Теперь очень важно поговорить про структуру базы. Metal Gear Solid это своеобразная метроидвания, вся история происходит в стенах базы на Shadow Moses, однако поначалу тебе доступна лишь малая часть помещений. Все двери помечены разными цифрами уровня доступа, таким образом ты будешь открывать всё новые и новые территории, возвращаясь в уже знакомые места с полученными по сюжетам и картами более высокого доступа. Так что проходя через каждую локацию, ты подсознательно запоминаешь номера дверей, чтобы вернуться туда впоследствии. Это метроидвания, как и любая другая, поощряет любопытство игрока и исследование каждого закоулка. Если вы внимательно слушали шефа Дарпы, то знаете, что президента Армстека держат в специальном помещении, входы в которые забетонировали. Однако эти фрагменты стены ещё не успели закрасить, поэтому они сильно выделяются. Если ты не слушал всё это, то на этом моменте можно застрять ой как надолго. Мы находим С4 и начинаем взрывать стены. Причём таких стен несколько, и за некоторыми находятся полезные предметы или новые проходы, которые можно будет открыть на более поздних этапах игры. Благодаря таким вещам ты ощущаешь, что игра не считает тебя тупым, твои внимательности и любопытства вознаграждаются. Мы наконец-то находим президента, но он прикован к бомбе. И тут появляется он. Теперь мы увидим, что человек может жить на легенды. Это лучшая фрагмента, которая никогда не сделала. С КОЛТ Сингл Акционом. Суними бомбами. Много чем больше, чтобы убить что-то движение. Теперь я покажу вам, почему они называют меня... Битва с Оцелотом, как и все прочие боссы в этой игре, это скорее головоломка. Тебе нужно байтить его на выстрелы и ловить на перезарядке. Это самый легкий босс в игре и является скорее дополнительным обучением боевой системе. В процессе всего этого появляется еще один немаловажный персонаж и все становится еще непонятнее. Так что я ожидал от того, что человек с тем самым кодом как босс. Это было очень много лет, когда я провел такой хорошую борьбу, но я просто тепло. Что? Моя рука! Стрельцем! Вы не умираете? Вы были счастливы. Мы снова встретимся! Кто это? Я люблю тебя. Я не имя. Я не имя. Я не имя. Я не имя. Этой... Этой... Этой эксоскелетон! 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 ошибка человечества, настоящий монстр, которого мы создали и от которого никогда не отмоемся. Холодная война закончилась, страны договорились о ядерном разоружении, но все эти разговоры об утилизации по факту являются лишь красивыми мечтами для успокоения обычного населения. Потому что не существует стопроцентного способа утилизировать эти материалы. Человечество хотело узнать, насколько разрушительное оружие оно может создать, но при этом не задало само себе вопроса, стоит ли это делать. По большей части вся утилизация состоит в том, что государство лишь сгружает все на склады и закрывает в надежде, что оно само как-то пропадет. Бочки ржавеют, материалы выливаются наружу и приносят огромный вред экологии. И это уже не говоря о том, что есть огромная проблема неучтенных материалов. Ни для кого не секрет, что все это вылилось на черный рынок и теперь сверхдержавы лишаются монополии на ядерное превосходство. Многие маленькие государства создают собственные ядерные программы и в условиях, когда на рынке оказалось огромное количество сырья и такое же огромное число ученых, которые остались без работы, неминуемое возникновение очередной ядерной угрозы это лишь вопрос времени. США нужно было какое-то преимущество. Армстек, желая получить финансирование после отмены многих проектов, предложила правительству США втайне создать Metal Gear. Шагающий мобильный танк, который может наводить и запускать неотслеживаемые ядерные ракеты из любой точки земного шара. Перед восстанием на Shadow Moses проводились испытания Metal Gear Rex, а перед тем как запустить его в массовое производство. Президенту Армстека удалось спрятать результаты проведенных тестов, которые он передает Снейку. Выясняется, что президент не смог выдержать пытки и выдал свой код для запуска ядерной ракеты. Он говорит, что передал единственный ключ деактивации той девушке в военной форме, с которой мы столкнулись ранее. Ее зовут Мэрил, она племянница нашего полковника и ей удалось украсть у одного из солдат кодек для связи. Блин, эта сцена всегда крайне потешная. Типа президент рушит четвертую стену и говорит игроку напрямую, посмотреть частоту кодека Мэрил на коробке из-под игры, а Снейк сразу же все понимает и даже не задает никаких вопросов. Более того, учитывая, что играл на эмуляторе, то сейчас эту частоту можно найти только в интернете. Однако представьте, какие чувства были у игрока в то время на настоящий PS1. Это действительно уникальный опыт, который был доступен только таким образом. В любом случае, президент говорит найти его сотрудника по имени Хал Эмерик, который должен знать способ постановить запуск. После этого наступает такая же внезапная смерть. Вы должны остановить их. Если это будет публика, то моя компания и я уже закончили. Что? Металл Геар не использует технологии сейчас? Металл Геар в себе это делает, но... Что? Что ты делаешь для меня? Ох, нет! Ох, нет, это не может быть! Эти пентагонные пастаки? Так, они действительно, когда... ...то... Они не... Они... 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 Они просто... Я использую тебя для... И вот где-то в этом моменте после смерти президента игра воспринимается уже совершенно по-другому. Смерти шефа Дарпа и президента не могут быть просто случайными. Слова президента про Пентагон и правительство, которое всё-таки решило сделать что-то, дают понять, что Снэйка втянули в очередную тёмную игру между силами, которые намного более могущественные, чем просто террористы. Обе цели, которые мы должны были спасти, мертвы. Странные паранормальные явления. Внезапное нападение неуравновешенного ниндзя-киборга. Угроза ядерного апокалипсиса. Появляется ощущение, что Солид Снэйк и его вторжение на базу также являются частью цепи событий, которая была прописана ещё задолго до того, как он сделал первые шаги на Шэдоу Моузес. Весь этот саспенс и гнетущая атмосфера почти что хоррора в совокупности с криповыми модельками РПС-1 создают что-то невероятно сильное. Представь, что ты проходишь Metal Gear Solid 1 в детстве, в тёмной комнате ночью и сталкиваешься с этим потоком эмоций. Ты забрался в эту кроличь и нору с головой, и тебе хочется узнать, насколько она глубока. Именно за эти чувства я обожаю Metal Gear Solid 1. С карточкой второго уровня мы можем открыть ещё больше комнат. В подвале можно найти помещение с невидимыми лазерами, которые поджарят тебя в ту же секунду. Но если ты догадаешься и используешь сигареты, то сигаретный дым сделает лазеры видимыми, и ты раньше времени сможешь прикарманить штурмовую винтовку ФАМАС. Также в главном ангаре можно открыть большую дверь и достать себе пистолетный глушитель. Всё это абсолютно не обязательно, но ведь лучше пистолет с глушителем, чем без. Для продвижения нужно позвонить Мэрил. Как только она узнаёт, что мы тот самый легендарный Solid Snake, о котором ей рассказывал дядя, то сразу же входят в режим маленькой фанатки, будто Снэйк член корейской музыкальной группы для мальчиков. У неё есть карта пятого уровня, которая позволит пройти на север и найти доктора Эберика. И тут состоится один из самых важных разговоров, который определит судьбу Мэрил. Мэрил 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 всегда мечтала стать солдатом, чтобы почтить память своего отца и впечатлить дядю. Во вселенной Metal Gear Solid к данному моменту солдаты прежде всего проходят тренировки в виртуальной реальности. Но на примере Мэрил мы видим, что стрелять в реальных людей, представлять их боль, страдания и смерть, знать, что ты только что прервал чью-то жизнь, это не то же самое, что стрелять по болванчикам в компьютерной игре. Это антивоенный комментарий Кодзимы, который проходит тонкой нитью через весь Metal Gear Solid. Даже во время выхода этой игры были очень популярны шутеры от первого лица и прочие военные игры, которые будоражили умы молодых людей. Неудивительно, что армия США спонсирует и рекламируется на турнирах по Call of Duty. Видео игры прославляют оружие, поощряют мастерство в убийстве врагов и многие люди хотели бы перенести это в реальность. Я не пытаюсь сказать, что видео игры подталкивают людей к жестокости, это бред. Но учитывая примеры успешного взаимодействия армии и игровых компаний, не будет преувеличением предположить, что какой-то весомый процент людей идёт в ту же американскую армию с целью пользоваться реальным оружием и делать реальные фраги. Это просто неминуемо. Причём игры, особенно в наше время, показывают во всех деталях, как пользоваться этим оружием. В продолжении этой идеи мы можем видеть в Metal Gear Solid 4, где видеоигры производятся уже непосредственно военными компаниями, которые используют их как средство набора рекрутов. Подросток играет в игру и, сам того не заметив, оказывается на реальном поле боя с реальным оружием. Кодзима пытается показать, что игры тривиализируют насилие и говорит нам, что между игрой и реальностью есть огромная разница. Самое забавное, что эти смыслы он вкладывает в игру, которая во всех маркетинговых материалах показывала, как Снейк косит толпы врагов без единого намёка на столь пацифистские идеи, которые в ней содержатся. Он буквально продал игру именно той аудитории любителей военных экшенов, в которой он и хотел всё это сказать. У многих из вас, возможно, возникли параллели с компанией в США по запрету жестоких компьютерных игр, я тоже сначала подумал об этом. Но, как мне кажется, Кодзима не говорит, что видеоигры — это плохо. Он скорее призывает нас воспринимать игры именно как игры, наслаждаться ими как развлечением, но при этом ценить свою жизнь и жизнь окружающих. Не брать в руки настоящее оружие в поисках адреналина. Не поддаваться желанию стать очередным расходным материалом для мировой военной машины, которая благодаря этим играм кажется столь крутой и желанной. В конечном итоге ты столкнёшься с действительностью, с настоящим полем боя, которое делает из людей животных, где грань между добром и злом стирается, где для собственного выживания люди открывают для себя самые мерзкие части человеческой натуры, где таится настоящее зло. И эти посылы в игре 1998 года на PlayStation 1, который маскируется под типичный военный экшен, это крайне неожиданно. Кодзима столько раз говорил о том, какие табу он нарушает Metal Gear Solid 5, но так получилось, что первая часть намного глубже и искуснее раскрывает намного более актуальные темы, чем игра, которая вышла на 17 лет позже. И сейчас Мэрил рвётся в бой, но Снэйк, имея на руках кровь бесчисленного количества людей, знает, к чему это приведёт. Она либо погибнет, либо станет такой же, как он, человеком, который живёт только на поле боя и не может вернуться к нормальной жизни. Поэтому он пытается её остановить и защитить, взяв всё в свои руки. В любом случае, Снэйк наконец-то выходит наружу. С ним связывается таинственный человек, который называет себя Глубокая Глотка. Он говорит, что является главным фанатом Снэйка и предупреждает, что впереди его ждёт танк. И танк действительно появляется, причём в нём сидит один из членов Окскаунт, Вулкан Рейвен, шаман Дикого Племени. И самое прикольное, что если вслушаться в его слова, он говорит Снэйку пасть на землю и ползти, как змея, то есть он просто издевается над ним. Но это действительно то, как надо проходить этот бой, потому что от первого лица можно заметить неровности ландшафта и проползти по местам, докуда танк не может достать. Но если ты всё-таки попадёшься, то Рейвен вылезает из танка и начинает флексить своими мускулами. Вторая часть боя совсем простая, главное точно закидывать гранаты в люк танка. Перед уходом Снэйк забирает карточку третьего уровня, и мы слышим, как Рейвен передаёт своему командиру информацию о том, что карта была передана успешно. Так мы понимаем, что Снэйк, сам того не зная, является частью плана террористов. Мы попадаем в отсек утилизации боеголовок, и нам наотрез запрещают использовать оружие, поскольку это может подорвать всю базу, и поэтому мы тихонько пробираемся до лифта. Эмерик находится в подвале, но путь к нему преграждает наэлектризованный коридор. Снэйку нужно достать гранатомёт Никиты с управляемыми снарядами, и провести один из этих снарядов к электрощитку. Эта механика больше никак не будет использоваться, но к этому моменту ты уже понимаешь, что Metal Gear Solid — это сборник интересных идей Кодзимы, которые появляются буквально на один момент и исчезают, потому что таким образом они не успевают надоесть. А каждый момент игры благодаря этому намного сильнее запоминается. И вот Снэйк заходит в тот самый коридор. Снэйк заходит в тот самый коридор. Повсюду валяются растёрзанные тела солдат. На стенах видны следы от пули кровь. Сразу понятно, кто ответственен за это. Ниндзя-киборг окончательно сошёл с ума и теперь, видимо, пришёл за доктором Эмериком. Снэйк заходит в тот самый коридор. Ты такой ниндзя. Я ждала тебя, Снэйк. Кто ты? Ни венец, ни венец. Я вернусь от мира, где такие слова будут значительные. Я украли все обстрелы. Теперь ты и я будем бороться до смерти. Что ты хочешь? Я ждала много времени на этот день. Теперь я хочу楽ить этот момент. Что с этим, ребята? Это как один из моих аниме. Я пришел из другой мира для бороться с тобой. Что это? Ревене? Киборг-ниндзя просто помешан на Снэйке. Этот босс-файт лично для меня является одним из самых лучших видеоиграх, потому что он может передавать через геймплей весь эмоциональный накал между персонажами. Он жаждет этого боя не ради результата, а ради непосредственно самого процесса. Но сам Снэйк не может понять, с кем он имеет дело. Если использовать оружие, то он просто будет отражать все выстрелы своим мечом. Но если убрать оружие и перейти на ближний бой, то ниндзя похвалит тебя. Он уберет меч и скажет, что так и должны драться настоящие мужики, ведь только глупец доверяет свою судьбу оружию. Первая стадия боя — это попытки выловить тайминг для удара и не получить ногой по голове. После каждой стадии ниндзя показывает все свое наслаждение от этой битвы. Во второй стадии он становится невидимым и прячется в разных уголках комнаты. Если не найти его вовремя, он резко атакует Снэйка. Тут впервые используется такая инновационная штука, как стереозвук, ведь именно по нему можно понять, где он прячется. После этой стадии ниндзя начинает в прямом смысле разваливаться, но его удовольствие только растет. Третья стадия — это тест на тайминги, потому что ниндзя подставляется, но как только ты нажимаешь на кнопку удара, он телепортируется тебе за спину, и эта атака крайне гнусная, очень легко потерять бдительность, особенно под самый конец. Но когда шкала его здоровья доходит до конца, он не умирает, у него припасен еще один наглый сюрприз. Ниндзя внезапно просто взрывается и моментально убивает тебя. Это так подло! Очевидно, что из-за полученного урона он перестал себя контролировать, и Снэйку нужно искать тайминг, когда энергополе отключается, чтобы вырубить ниндзю окончательно. Снэйку бдит. Я чувствую, Снэйку. Ты вспоминешь меня сейчас? Не так. Ты убил в Зензибар. Девушки отдыхают. В этот момент Снэйк понимает, что под маской скрывается его старый товарищ Грей Фокс или Фрэнк Йегер. На службе они были как братья, но из-за своей предности Биг Боссу Фрэнк стал на пути Снэйка в Занзибаре и погиб от его руки в последней дуэли. После звонка полковнику Наоми Хантер рассказывает, что тело Фрэнка похитило правительство США и именно он стал первым подопытным для генной терапии. Всей этой операцией руководил доктор Кларк. В процессе опыта Фрэнк вышел из-под контроля и убил всех ученых, после чего Кларк решил превратить само существование Фрэнка в вечную агонию. Его разум, его тело и функционирование костюма были специально переделаны таким образом, чтобы Фрэнк вечно страдал. Знаете, как у некоторых людей на фоне проблем с психикой появляется ощущение, что чешется мозг? В моменте, где Грей Фокс бьет себя головой о пол, он испытывает примерно то же самое, но при этом еще и заточен в металлическую оболочку. Это поистине жалкое существование, единственный смысл его жизни это убить своего друга Снэйка или умереть от его руки. Грей Фокс это настоящий призрак прошлого, который застрял между жизнью и смертью. Снэйк начинает допрашивать Атакона по поводу металгира, но оказывается, что Атакон все это время думал, что разрабатывает систему противодействия ядерным ударам. Он оказался очередным обманутым ученым, руками которого создавали оружие массового поражения. А ведь он просто анимешник, который хотел делать роботов прям как в любимых мультиках. Если вы еще не поняли, то Атакон это сын Хьюи Эмерика из Metal Gear Solid 5. Но Халл не является лицемером, как его отец. Он рассказывает, что это проклятие семьи Эмерик. Его дед работал над проектом Манхэттена, а его отец был рожден 6 августа 1945 года, в день, когда бомба была сброшена на Хиросиму. Все-таки у судьбы есть чувство юмора. Атакон хочет взять полную ответственность за свои ошибки и помочь Снейку остановить террористов. Немало важно заметить, что Атакон многими считается персонажем, с которым себя отождествляет Кодзима. И вы прекрасно понимаете, что японцы не понаслышке знают об ужасах ядерного оружия. Неудивительно, что Кодзима решил вставить в катсцены фрагменты архивных съемок Хиросимы. Далее Снейк отправляется на поиски Мэрил, которая, судя по всему, попала в передрягу. И тут нам нужно искать вражеского солдата с ярко выраженными женскими чертами. Если этот солдат нас обнаружит, то не будет поднимать тревогу и сразу же побежит в женский туалет. Зайдя внутрь, мы обнаруживаем разбросанную военную форму и саму Мэрил, которая решила больше не прятаться. Да и сама форма, по её словам, воняет кровью. Тут состоится ещё один важный для развития её персонажа разговор, в котором Снейк поясняет, что никакой он не герой. На войне нет героев, всё это просто сказки. Воюют обычные люди, и дело не в героизме, это вопрос выживания. Мэрил признаётся, что её мечты разрушились о жестокую реальность. Она больше не хочет быть солдатом, хотя для этого и прошла особую терапию, чтобы избавиться от симпатии к мужчинам. Но при всём этом она хочет довести дело до конца и помочь Снейку. А ещё зацените, тут есть настоящие зеркала, они реально работают в игре на PS1 1998 года, это удивительно. Вместе с Мэрил мы заходим в кабинет начальника базы, внезапно на неё что-то находят, её личность как будто резко меняется. Если мы попробуем перейти в режим от первого лица, то по какой-то причине будем видеть всё её глазами. Она наставляет пистолет на Снейка, но тому удаётся её вырубить. Всё это проделки психомантисы, которые намного больше, чем остальные боссы, страдают от эмуляции. Все его фокусы вроде вибрации или считывания данных твоей карты памяти уже не работают, но при этом тебе всё равно приходится исхитриться и сменить порт контроллера в эмуляторе, чтобы победить. Я не буду много рассказывать про Мантиса, потому что вы всё и так знаете, это самый знаменитый босс во всех видеоиграх, и да, скорее всего эта информация уже каким-то образом у вас есть. Перед смертью он рассказывает печальную историю про то, как его мало любили в детстве, и поэтому он сжёг свою деревню. Он говорит, что его особо не волновала задача босса, он решил поддержать революцию просто, чтобы убить побольше людей. Но при этом он считает, что Снейк ещё хуже, чем он. Также он делится тем, что Снейк занимает очень большое место в мыслях Мэрил, ну типа он ей нравится. Мантис открывает проход дальше и говорит, что это первый раз, когда он использовал свои силы ради доброй цели, и для него это ощущается даже как-то приятно. Мэрил пытается поговорить со Снейком насчёт своих чувств, но ему плевать, для Снейка связи с другими людьми всегда приносят только проблему, он не хочет подставлять ни её, ни себя. Снейк, могу я спросить тебе что-то? Что? О чем Мантис сказал. Я просто спрашивала... Что? Что с проблемой сейчас? О, нет, ничего. Итак, скажи, Снейк, что ты имя? Ты имя настоящего? Имя не означает ничего на бассейн. Какой молодой ты? Молодой, чтобы знать, что смерть выглядит. Какой семьи? Нет, но я был вопреком многим человеком. Есть кто-то, который ты любишь? Я никогда не был интересен в жизни другого. Так что ты все-таки сам, как Мантис сказал. Другие люди просто komplicают мою жизнь. Я не люблю быть вопреком. Ты сладкий, сладкий человек. Давай, давай. Но Мэрил всячески пытается показать свою полезность. Место моего. Я опять возьму. Поехали. Держи назад, хорошо? Но радар работает. И потому что мы не можем использовать миндетектор, то... Поехали мне! Тут на нашу парочку нападает снайпер. Мэрил раненая истекает кровью, но Снейк не может даже высунуться. Он привык спасать свою шкуру, но смотреть на ее мучения и мольбы прикончить ее он просто не может. Я думаю, что... Я истинка, после всего. Не волнуйся, Мэрил. Это я, что они хотят. Даже я знаю это. Это самый старый шаг в книге. Мэрил. 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 Снейк говорит полковнику, что спасет ее. Наоми удивлена. По ее мнению, Снейк это просто наемный убийца, с чего вдруг ему заботятся о ком-то еще. Но Снейк говорит, что ему не нужны оправдания. Он просто хочет это сделать ради себя. Однако тут начинается самая главная проблемная вещь, которая есть в этой игре. Это очень бесячий бэктрекинг. Нужно вернуться в самое начало игры и раздобыть снайперскую винтовку. То есть сбегать туда через кучу врагов, минное поле, найти винтовку и повторить этот маршрут в обратную сторону. Но поверьте мне, это только начало. Битва со снайпер Вульф не так сложна, но интересна в деталях. Ты принимаешь препарат, чтобы руки не дрожали, высматриваешь ее позицию, занимаешь позу стрелка и стараешься выстрелить, прежде чем она поразит тебя. Снейку удается победить, но перед входом в башню его берет в плен самая прекрасная снайпершева вселенной, которая оставляет на нем отметину, что он ее добыча. И тут наконец-то два снейка встречаются, но Ликвид быстро уходит по делам и оставляет снайка наедине с Оцелотом. Оцелот мастер пыток, и если ты недостаточно быстро нажимаешь на кружочек, то получишь концовку, в которой Мэрил умрет. После пытки снайка закидывают в одиночную камеру, но камера не такая уж одиночная, ведь там лежит гниющий труп шефа Дарпе. Причем убит он был, судя по всему, несколько дней назад, что не особо вяжется с тем, что видели мы. И как будто специально снайку оставили самого опытного охранника на свете, Джонни Сосаки, которого диарея опять загоняет в туалет. Чтобы его обмануть, достаточно просто спрятаться под кроватью. В один момент приходит Атакон и просит нас не убивать снайпер Вульф, потому что она хороший человек, она любит собачек и дала ему платочек. Снейк говорит, что Атакону пора уже перестать тупить, и он страдает от стокгомльского синдрома, на что тут обижается. Снейку все-таки удается сбежать, забрать свои вещи, и тут оказывается, что мы снова находимся в самом начале игры. Причем вы вряд ли это сразу заметите, но в нашем инвентаре целотом была подкинута бомба, которая взорвется через определенное время, если ее не выбросить. В любом случае, когда мы добегаем до башни в третий раз, начинается самый экшоновый сегмент игры. Сразу же поднимается тревога, мы бежим наверх, отстреливая десятки противников под бодрую музыку. Но на самом деле стрелять не обязательно, к этому времени мне скопилось 18 световых гранат, которые позволили мне сэкономить большую часть патронов. На крыше нас поджидает вертолет с ликвидом, и Снейку приходится использовать веревку, чтобы спуститься вниз и добраться до другой башни. Потом появляется Атакон и начинает спрашивать Снейка про то, может ли любовь цвести на поле боя. Отношение Снейка с Атаконом это крайне теплая дружеская любовь, которая начинается. Мы видим, что Снейк постепенно становится более мягким, позволяя другим людям приблизиться к себе. Эти два настолько непохожих, абсолютно противоположных человека в силу обстоятельств оказались в одной лодке и многому друг у друга научились. Мы знаем, что в будущем эта дружба определит судьбу человечества, но в первой части их дуэт больше ощущается как новая часть фильма Мачи и Ботан. После этого разговора Снейк отправляется на крышу и просто уничтожает вертолет Ликвида, в конце говоря самую кринжовую фразу из трэшовых боевиков 80-х. Атакон сообщает, что лифт наконец-то заработал и Снейк отправляется вниз. И тут происходит самый криповый момент, который пугает меня намного сильнее, чем любой хоррор. Во время поездки в лифте Атакон рассказывает, что 4 из 5 наборов октокамуфляжа внезапно пропали из лаборатории. Кроме того, лифт рассчитан на 300 килограмм, но при этом сообщает о перегрузе. И тут на тебя нападают невидимые чуваки. Когда ты впервые с этим сталкиваешься, у тебя просто дыхание захватывает от страха неожиданности. Но Снейк всё-таки спускается и неминуемо вступает в бой со Снайпер Вульф. Этот бой не сильно сложнее предыдущего, просто территория больше и её не видно издалека. Признаюсь честно, всё это видео было сделано с одной целью. Записать и вставить сцену смерти Снайпер Вульф, чтобы те, кто не играл в эту игру, ощутили то, почему серия Metal Gear Solid так дорога сердцу многих. Но это не то, что я сделал для этого момента. Я снайпер. Почти – это моя работа. Никакай двигаться на мозг. Не переключаться на мозг. Я логиня. Ты не можешь поддержать меня. Продолжение следует... 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 Она... она никогда не была моим реальным таргетом. Я не убью для спорт. Редактор. Ты умиришь как прудовый волк. Я наконец понял. Я не ждал, чтобы убить людей. Я ждал, чтобы кто-то убить меня. Я... человек, как ты... ты герой. Пожалуйста... set me free. Эта сцена показывает две очень важные вещи. Хоть Биг Босс и мёртв, но его наследие никуда не делось. Солдаты, которых он взял к себе, казалось бы, были спасены от бессмысленных войн и нашли новый дом, новую семью. Но со временем Биг Босс так сильно помешался на своей мечте, что стал воспринимать людей как расходные инструменты для достижения своих целей. Он дал им новую жизнь, но после того, как встретил свой конец в Занзибаре, все эти солдаты потеряли смысл продолжать плестись по этой бренной земле. Грей Фокс не может успокоиться даже после смерти и хочет, чтобы Снейк всё это закончил. Снайпер Вульф тоже ждала человека, который избавит её от этой бессмысленной жизни. Они лишь тени прошлого, которые так и не смогли найти для себя новые причины продолжать бороться. И вторая вещь это то, что Снейк солдат, но при этом уважает своих врагов. Поэтому он не позволяет им умереть в одиночестве, выслушивает их и утешает. Сам того не зная, он исправляет грехи своего отца, ставит точку в этих печальных историях, даёт этим людям шанс на искупление. Хоть Снейк никогда и не понимал Биг Босса, будучи его клоном он оказывается намного лучше оригинала. У меня нет никакой семьи. Нет. Погоди. У нас был человек, который сказал, что он мой отец. Где он? Мертв. С моей собственной рукой. Биг Босс. Что? Биг Босс? Я не знал. Я не знал. Я не знал. Это произошло в Занзибар шесть лет назад. Только Снейк и я знаю что-то реальность в том, что случилось там. Так. Это правда? Биг Босс действительно твой отец? Это то, что он сказал. Это все, что я знаю. И ты способен его убить, понимая это? Да. Какой? Он хотел. И, по-моему, некоторые люди просто нужны убивания. Это Петрис? Да. Это драма, который Мантис говорил. Один, который мы общаемся. Это почему ты оставил Фоксхунда? Да. Давайте просто сказать, что я должен был быть один раз. Для Атакона это тоже важный момент. Он был влюблен в Вульф и видеть, как она умирает, это больно для него. Встретившись они при других обстоятельствах, что-то могло бы получиться, но все сложилось именно так. Снэйк уходит закончить все это, но Атакон спрашивает, за что она сражалась, за что я сражаюсь, за что ты сражаешься. Снэйк отвечает, что расскажет, если они оба выживут. Теперь наступает финальная глава. Ангар с Метал Гиром. В разговорах по кодоку Миллер утверждает, что Наоми Хантер это шпион, вся ее предыстория фальшивка. Полковник соглашается с ним и помещает Наоми под арест. Снэйк сражается с вулканом Рейвеном, и тут наконец-то может снова пригодиться гранатомет Никита. Рейвен признает Снэйка настоящим воином и рассказывает правду про шефа Дарпы. Тот шеф, которого мы встретили, это член отряда Фоксхаун, дикой Октопус, мастер маскировки. А настоящий шеф умер задолго до этого. Также Рейвен говорит, что Снэйк существует в другом мире. Его путь усеян трупами, а его происхождение не имеет ничего общего с силами природы. И вот наконец-то Снэйк видит Метал Гир Рекс. Добравшись до контрольного пункта, он слышит разговор о Целоте и Ликвиде, которые обсуждают планы запуска. Для игрока уже очевидно, что они знают о том, что Снэйк их подслушивает, и более того, вся эта клоунада усугубляется тем, что игрок также сложил 2 плюс 2 в уме и понимает, что у этих ребят нет кода запуска шефа Дарпы. Они буквально стоят и громко разговаривают о том, что «Блин, как же будет неприятно, если Снэйк деактивирует запуск». Параллельно Атакон объясняет, что наша ключ карты из особого сплава и меняет свою форму в зависимости от температуры, то есть по сути 3 карты в одной. Также нам объясняют, что эти карты нужны для экстренных случаев, и в случае активации ядерного оружия они его деактивируют. Но если ядерное оружие неактивно, то эти ключи наоборот активируют его. Но Снэйк немножко тупой, поэтому он не понимает, что злодей по сути рассчитывает, что он сделает за них их работу. А теперь я расскажу вам о том, за что не любят Metal Gear Solid 1. В катсцене Ацелот выбивает карту из рук Солида, поэтому нужно спуститься в самый низ, покопаться в канаве, найти карту, вернуться, активировать её и потом сделать то же самое ещё два раза. Сначала мы идём в холодную зону, чтобы охладить карту, возвращаемся, активируем, потом идём ещё дальше в обратную сторону и нагреваем карту. Я не знаю, кто решил таким образом удлинить игру и какой в этом был смысл, но, как правило, многие забывают этот момент, и у них от игры остаются исключительно положительные впечатления. Параллельно со всем этим бэктрекингом мы окончательно узнаём правду обо всех случайных сердечных приступах. Наоми сообщает, что тот укол, который нам сделали перед миссией, содержал сверхсекретный вирус Fox Die. Вирус заточен под определённых личностей и активируется, когда Снейк находится с ними рядом. Именно по этой причине его отправили на Shadow Moses, и также именно поэтому государство отказалось вести переговоры с террористами. Всё, что мы делали, наша миссия, спасение заложников – всё это было фикцией. Правительство нашими руками почистило все следы. Их план увенчался успехом, как только Снейк и Ликвид встретились в комнате пыток, и полковник был в курсе всего этого, но присутствие Мэрил на базе было рычагом давления на него со стороны правительства. Снейк приносит все ключи и запускается процесс активации Metal Gear'а. Ему звонит Миллер и благодарит за работу. Полковник врывается в разговор и сообщает, что настоящий Миллер уже как несколько дней мёртв, его тело только что обнаружили в квартире. И да, всё это время мы говорили с Ликвидом. Ликвид уже садится в Metal Gear и снова встречает Солида. Брат рассказывает, что в процессе клонирования все доминантные гены отдали Солиду, а Ликвид получил остатки. Он ненавидит Солида, но ещё больше ненавидит отца, который при жизни называл его недостойным разочарованием. При этом Ликвид поясняет, зачем им нужно было тело Бигбосса. Не для того, чтобы создать армию генных солдат. Дело в том, что нынешние генные солдаты страдают от побочных эффектов и болезней. ДНК Бигбосса является их единственным шансом на выживание. Ликвид стремится спасти своих братьев и заодно воплотить мечту отца, создать настоящий Outer Heaven. Снейк сражается с Рексом, но тут из ниоткуда появляется Грей Фокс и уничтожает радар Metal Gear. Перед этим Наоми рассказала Снейку, что Фокс на самом деле её старший брат, который подобрал её на обочине дороги и забрал с собой. Бигбосс перевёз их в Америку и дал ей образование. А Снейк убил их обоих. Именно ради мести Снейку Наоми вступила в Фоксхаунд и два года фанатично ждала шанса отомстить. Он был молодой солдат. Когда он подобрал меня, рядом с Замбези. Я полночен от смерти, и он поделал свои рашни с мной. Да. Франк Йегер. Человек, который ты уничтожил, был мой брат и моя единственная семья. Нет. Грей Фокс? Мы проживали то, Франк и я. Он меня защищал. Он меня. Он мой единственная связь. Он единственная связь с моим прошлым годом. И он тебя вернул в Америку? Нет. Я был в Мозамбик, когда он пришёл. Кто он? Ты имеешь в виду Бигбосс? Да. Он нас вернул в этой стране свободы. Эта Америка. Потом он и мой брат вернули в Африке, чтобы продолжить войну. И это, когда это произошло. Ты убил моего бенефактора и отправил моего брата домой. Я предупреждала ревенду и присоединила Фокса. Я знала, что это была лучшая возможность встретиться с тобой, и я прожила на день, который я буду. Так, твои прожилии ответы? Снэйк говорит об этом Фоксу. Просит его пока не умирать, поговорить с Наоми и помочь ей сойти с этого жестокого пути. Но Фрэнк не может этого сделать. Фоксу. Фоксу. И Фокс решает покончить со всем этим. Не умереть в поединке со Снэйком. Умереть в битве за то, во что он верит. Помочь старому другу в один последний раз. История Грей Фокса – это история боли, страданий, отчаяния и чувства вины. Но в тот момент, когда это нужно было больше всего, Фокс вернулся в сознание и сделал то, что правильно. Он уничтожает систему наводки Metal Gear'а и окончательно лишает Ликвида возможности ядерного удара. Ведь загнанный в угол лис намного страшнее любого шакала. И последние слова Фокса напрямую влияют на все, чем является Solid Snake, и что он впоследствии передаст Райдену. Слова, руководствуясь которыми эти люди смогут изменить мир к лучшему. Слова свободы. Это счастлива ст spear aanb��. Слова, рождения. Снэйк побеждает Рекса, но отрубается. Ликвид медленной походкой идёт за братом. На вершине разрушенного металги Рекса Ликвид говорит, что они уже ходячие трупы. Они оба являются результатом программы «Ужасные дети» или «Лесен фан Трибль». Маленький грязный секрет правительства США – попытка создать копии самого легендарного солдата 20 века. При звонке Кэмпбеллу оказывается, что его взяли под стражу, а командует операцией теперь сам министр обороны США. Поэтому, чтобы вскрыть проект Metal Gear и заодно уничтожить генных солдат, с аэродрома уже вылетели самолёты с тактическими ядерными ракетами усиленного проникновения. Всё это подадут как обычный теракт, и мир продолжит функционировать. Снэйка продали, и теперь он сам по себе. Хорошей новостью является то, что Мэрил ещё жива, но Ликвид пускается в огромный рассказ о том, что Солид такой же монстр, как и он сам, это заложено у них в генах. И мы понимаем, что Ликвид – заложник собственного наследия, собственных генов, которые он так проклинает, но не может удержаться от того, чтобы продолжить мечту отца. Но в этом и заключается разница между ним и Солидом. Солид Снэйк никогда не претендовал на наследие Биг Босса. Как и отец, он изначально был инструментом правительства, разменной монетой в играх мировых лидеров. Но вместо того, чтобы пытаться устроить новый мировой порядок, Солид просто пытается сохранить баланс, который уже есть. Не стать частью чего-то большего, не искать принадлежности к армии или нации. Солид Снэйк просто стал хорошим человеком, который научился любить и защищать своих друзей, понимать, что правильно, а что нет. Он не заложник своих генов, ему есть ради чего жить, и конкретно сейчас это Мэрил. Ликвид просто пошёл другой дорогой. Более близкие отношения с Биг Боссом испортили его, извратили его понимание действительности. Биг Босс воспитал в нём злобу на весь мир и даже на самого себя, создав у подростка комплекс неполноценности, постоянно повторяя ему, что из двух братьев он является ущербным. Но как окажется потом, Ликвид ошибается. На самом деле, сильные гены достались именно ему. Биг Босс обманул его, чтобы потащить в ту же бездну бесконечных конфликтов, который погряз и сам. Именно поэтому он так одержим тем, чтобы выполнить своё предназначение. Братья сходятся в последнем бою и Солид побеждает. Их воссоединение с Мэрил очень тёплое. Снэйк наконец-то смог открыться другому человеку и взять на себя ответственность за него. И тут звонит Атакон. Снэйк. Снэйк. Ладно, пацаны, я не плачу. Простите, пожалуйста, мне нужно было это вставить. Мэрил вместе со Снэйком находит рабочую машину и совершает грандиозный побег. Это реально ощущается как концовка голливудского фильма. Последние остатки генной армии пытаются задержать наших героев, но мы забрались слишком далеко, чтобы останавливаться. И тут к нашей погоне присоединяется неизвестно, как выживший Ликвид. Происходит ожесточённая перестрелка. Ликвид уже потерял всё, но не хочет давать Снэйку получить счастливый конец с тяночкой. На выезде из тоннеля Ликвид перекрывает дорогу и обе машины разбиваются. Снэйк и Мэрил живы, но не могут вылезти из-под машины. Снэйк предполагает, что Ликвид наконец-то откинулся, но не тут-то было. Он еле волочит свою тушу с винтовкой наперевес, чтобы закончить своё грязное дело. И тут происходит то, чего никто не ждал. Это очень удачное стечение обстоятельств, но то, что Фокс Дайс работал против Ликвида, означает, что Снэйк с большой вероятностью тоже может умереть от вируса в ближайшее время. Выходит на связь полковника, говорит, что звонок президенту помог урегулировать вопрос. Вся эта операция целиком и полностью была задумкой министра обороны, и президенту не очень понравилась идея ядерной бомбардировки ради сокрытия пары секретов. Официально все члены операции получили непрекосновенность, потому что у полковника есть записи всего, что происходило. Также по официальной версии Снэйк и Мэрил разбились в этой машине. Снэйк просит полковника позаботиться об эвакуации от окона и также обещает, что как-нибудь заскочит проведать старика. Но вопрос насчёт Фокс Дая всё ещё висит. Снэйк хочет знать правду, и Наоми ждёт разговора с ним. Он сказал мне, чтобы тебе забыть о нём, и продолжать с твоим жизнью. Фрэнки сказал это? Да. Он также сказал, что он всегда любит тебя. Наоми, твоя брата просто спасла тебя, я, и весь мир. Он боролся с каждой из силы в своём теле. Может быть... Может быть, он наконец-то найдёт peace. Он не был моим братом больше. Среди он боролся с тобой в Зензибаре, он был как хоста. Он... Он... Он смотрит на место, чтобы умер. Наоми. Ликвид умерла из Фокс Дая 2. Что с мной? Когда я пойду? Это тебе. Что ты имеешь в виду? Все умерли, когда время умерла. Да. Да. А когда я умерла? В зависимости от того, как ты используешь время для тебя. Живи, Снэйк. Это все, что я могу сказать тебе. Снэйк соврал по поводу слов Грей Фокса, но соврал во благо. Грей Фокс в свои последние моменты заслужил, чтобы любимая сестра помнила о нём хорошее и гордилась его самопожертвованием. Что касается Снэйка, он наконец-то захотел жить по-настоящему, наслаждаться моментами с любимым человеком, открыто смотреть в будущее, мечтать и верить в лучшее. Солид Снэйк вошёл в эту историю уставшим отшельником, наёмным убийцей и государственным псом, который плевать на всех хотел. Но на выходе мы видим совершенно другого человека. Человека, который понял, что закрываться от мира в глубинах Аляски и внутри самого себя это лишь способ подавить боль. Он наконец-то начал лечить свои раны и захоронил на Шэдоу Моуза остатки своего тёмного прошлого. Теперь его жизнь это чистый лист и единственным художником является он сам. Моуза 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 Итак, где ты, Снэйк? Дэвид. Меня зовут Дэвид. Хорошо. Где ты, Дэвид? Я думаю, что когда мы рассмотрим новый путь в жизни. Новый путь? Новый путь. Мы найдем его? Мы найдем его. Я знаю, что мы найдем его. Что это? Кэрабу. Для Алешан, кэрабу является символом жизни. Это будет века здесь скоро. Или мы, тоже. Да. Века приводит новую жизнь к всему. Это время для успеха. Я живу здесь много времени. Но Аляска никогда не видела более красивой. Солнце, море, кэрабу. И, в основном... Я люблю Metal Gear Solid 1 за очень простой посыл. Не зацикливаться на прошлом, не становиться рабом судьбы или генов, или чего бы то ни было еще. Просто жить, радоваться каждому новому дню, беречь близких тебе людей, не бояться быть сентиментальным. Ну или, простыми словами, будь проще, блять. И сейчас, подводя некий итог всему этому, я поражаюсь, как нечто подобное могло выйти в 98 году. Понятное дело, что игра выглядит на уровне PS1, но это такое бесконечное поле для экспериментов Кодзимы, которые впоследствии изменили всю индустрию, что каждый ее сегмент поражает даже сейчас. Это игра, которая, несмотря на свою старость, играется также бодро, эмоции от сюжета также задевают струнки души, а посылы заставляют задуматься даже спустя два с лишним десятка лет. Конечно, после титров нам подкидывают диалог между Ацелотом и президентом США, который оказывается третьим клоном с позывным Solidus, но все это уже не так важно. Я просто хотел рассмотреть первую часть в отрыве от всего остального и надеюсь, что вам понравилось. Если это видео зайдет, может я когда-нибудь дойду до второй и третьей части, но пока что мне надо бы передохнуть. Буду благодарен за лайки и подписки, а также залетайте в мои соцсети, это будет весьма приятно. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня донатами и подписками на Boosty, вы самые лучшие гайз. А так, еще увидимся, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok